Сегодня на нашем канале ННТВ необычный гость, его зовут Виталий Кудряшов. Он вообще сейчас о себе расскажет, но пару слов хочу сказать о том, что буквально позавчера он получил очень приятное известие из той компании, в которой он работает, компания Reflame. И, ну, в общем, давайте он сам сейчас расскажет, а что же за известие он получил от компании Reflame. Виталий, я хочу предоставить тебе слово, представься, откуда ты, ну, в общем, несколько слов о себе и что же произошло такого знаменательного за прошедшие несколько дней. Здравствуйте, дорогие слушатели. Зовут меня Виталий, фамилия Кудряшов. Я работаю в компании Reflame с 2008 года. В настоящее время я нахожусь в должности, в звании директора Reflame, являюсь интернет-предпринимателем. То есть развиваю свой бизнес, преимущественно используя возможности сети интернет. Значит, компания Reflame сейчас проводит глобальную масштабную акцию, причем каждый участник акции может стать обладателем автомобиля Volkswagen Polo, седан. Вот, и в этой акции я решил принять участие. Когда мне позвонили, то есть это было вчера в обед, значит, мне позвонил один из руководителей компании, значит, сообщил о том, что, значит, я выиграл автомобиль, вот, для меня это было, ну, можно так сказать, небольшое, не то, что небольшое, а такое вот, значит, шок, шоковое состояние, да, то есть я сначала не поверил, поскольку в компании Reflame достаточно много консультантов, да, то есть тысячи, миллионы, да, людей, которые принимают участие в акции, причем эта акция проводилась по всем регионам России, вот, сначала я не поверил, я подумал, что это шутка, вот, но потом уже, как бы, прошло вот эти вот моменты, значит, после, значит, разговора, там, 10-15 минут прошло, я решил, как бы, уточнить непосредственно в компании, вот, кто же, действительно, значит, выиграл автомобиль в этот день, вот, мне подтвердил КАМ о том, что, да, действительно, я, значит, стал обладателем автомобиля Volkswagen. А, Виталий, вот, а что ты чувствовал, когда тебе позвонили? Вот, знаешь, Наташа, какая-то вот у меня, вот, я не знаю, и радость, с одной стороны, была, да, и какая-то вот именно растерянность, да, потому что, ну, любой, да, допустим, партнер компании, да, когда ему дозваниваются такие, как бы, первые, да, лица, первые лица компании, и, вот, и, знаете, такое вот шоковое такое состояние, то есть, я какое-то время просто, ну, как сказать, мне пропал дар речи, да, можно так сказать, вот. Ну, то есть, я думал, что это розыгрыш, да, да, я думал, что это именно розыгрыш, то есть, сразу я не поверил. А, Виталий, вот, скажи, пожалуйста, все-таки автомобилей разыгрывалось 14, и ты стал одним из обладателей, это очень круто. А, скажи, пожалуйста, вот, как ты думаешь, почему? Что ты сделал для того, чтобы, вот, получить этот автомобиль? Может быть, ты шаманил там как-то? Наташа, я считаю, что это вероятность, да, такая, так называемая, в киоре вероятности, да, ну, вот, если я, значит, приведу данные, то есть, сколько я человек пригласил в разрезе по каждому дню акции, да, ну, в первый день я пригласил 10 человек, 10 человек зарегистрировал, значит, они выполнили условия акции, оставил 10 СМС. Второй день я зарегистрировал 5 человек, значит, третий день я зарегистрировал по-моему, четыре, то есть, у меня, в принципе, ежедневно... Были регистрации? Были регистрации, 3-5 человек, то есть, вот, в тот день, когда моя СМС выиграла, я зарегистрировал фактически 3 человека, вот. Я, как бы, вот, те тексты, которые, значит, предлагал написать компания, то есть, креативные, да, то есть, у меня тексты были связаны, ну, во-первых, непосредственно с подарком, то есть, с автомобилем, вот, и тексты связаны с целью, с участием, с мечтой, с жизнью, с изменением жизни в компании Арифлэйм, то есть, вот такие, вот такой креатив, например, одну отчетливую СМС-ку, я помню, текст был такой, значит, Арифлэйм, жизнь, навсегда, то есть, у меня, как бы, вот это вот 3 слова отстроилось в том, что я останусь в компании Арифлэйм навсегда, то есть, всю жизнь, вот. И второй, как бы, да, вот тоже мотив, как бы, заключен в этих 3 слова, это то, что Арифлэйм меняет жизнь каждого человека навсегда, как бы, вот так. Это точно. И, возможно, то есть, я не уверен на 100%, но, возможно, что вот эта СМС-ка и была, как бы, она... Решающая, которую ты отправил чуть ли не в последнюю минуту. Да, и эту СМС-ку я отправлял без 2 минут, 12 часов ночи, без 2 минут. Ну, в общем, проведение, да, проведение, да, правильно говорится. В общем, это не значит, что твои СМС-ка выбирали, просто так получилось, и вот, наверное, вся энергия была на цели. Скорее всего, все-таки, это вероятность, потому что у меня ранг не такой большой, как бы, в компании Арифлэйм, я не так долго, как бы, работаю в компании Арифлэйм. И все участники, в принципе, любой желающий может зайти на сайт, послушать, значит, аудиозаписи, да, и мы можем видеть, что выигрывают и обычные консультанты, и менеджеры 15%, 12%. То есть, здесь никакое нет, как бы, какого-то отношения, да, предвзятого. То есть, здесь уже, как бы, вопрос идет к вероятности, да, то есть... А, Виталий, вот скажи, пожалуйста, вот по поводу этой акции. Вот эта акция такая не очень обычная для компании Арифлэйм. Вот вообще, как ты на нее среагировал изначально? То есть, вот когда ты услышал... Честно сказать, были сложности. В каком плане? Условия, конечно, интересные. Условия интересные. Особенно, значит, понравилось условие о том, что, значит, новичок, разместив заказ на полторы тысячи рублей, имеет возможность выбрать один из семи подарков. Вот эти условия вообще суперзамечательные. Шикарные, да, шикарные. Если посчитать даже материально, да, вот эту вот, значит, акцию просчитать, то новичок, он окажется в отличной выгоде. Тысяча примерно выходит в среднем, да? То есть, со стоимостью регистрации, получается, экономит около тысячи рублей. Около тысячи рублей. Единственное, что, может быть, сложности вызвало, это то, что необходимо разместить заказ именно в день регистрации. Впекая вперед, поскольку я работаю через интернет преимущественно, да, то есть, перед тем, как человек разместит... То есть, новичку надо время на то, чтобы определиться с продукцией, значит, изучить информацию, то есть, информационные письма о том, как разместить заказ, то есть, как зайти на сайт под своим номером и паролем. На это требуется время. И поэтому не все новички, они успевают разместить заказ. То есть, как бы такой подготовительный этап должен быть обязательно, перед тем, как зарегистрировать всех человек. Поэтому, поскольку, опять же, я повторяюсь, я работаю через интернет преимущественно, то я обязательно, перед тем, как зарегистрировал новичка, я обязательно с ним связываюсь, обязательно предлагаю ему принять участие в акции, получаю там или положительный, или отрицательный ответ, или, значит, человек, допустим, он пока не готов ответить, я даю какое-то время, там, два-три дня, на то, значит, новичок принял решение. Регистрацию позже уже, да, сработать? И, соответственно, я регистрирую уже в тот день, когда уже человек определился. Далее, вот смотри, я прерву, да, тебя извини. А скажи, пожалуйста, вот, я знаю, что вы с женой вместе работаете, и как вообще вы попали в Арифлэйм, и кем вы работали до Арифлэйм? Потому что для многих Арифлэйм это все-таки женский бизнес, да, это, многих говорят, что это надо с каталогом ходить, чего-то распространять. Вот почему мужчина именно, да, выбор как вот осуществлялся? Вот, я думаю, интересно будет нашим зрителям, слушателям. Ну, я могу сказать так, что я с таким понятием, как сетевой бизнес, сетевые компании, компания прямых продаж, я никогда, значит, не интересовался никогда сетевыми компаниями. То есть для меня это было чуждо, и я как-то в эти дебри даже не выхател лезть. Для меня всегда был сетевой бизнес связан именно только с продажей. Я, по сути, я не понимал, в чем заключается этот бизнес, и где здесь деньги. И случилось, можно сказать так, что по специальности я технический специалист. То есть я закончил с высшим образованием, значит, закончил институт связи, и после института какое-то время работал по специальности. Сначала инженером в течение года, и потом уже меня перевели на должность руководителя предприятия, и в течение девяти лет я работал руководителем крупного предприятия. Чисто, более ста человек. Ну, моя карьера продвигалась довольно-таки бурно в отрасли связи. После этого я занимал еще несколько руководящих должностей. Ну, с компанией Арифлэйм я познакомился в 2008 году. Чисто случайно. Я на тот момент занимался, если у меня было такое хобби, я занимался созданием сайтов в интернете. Достаточно долго, в течение пяти лет, то есть у меня нет определенного образования в этой сфере, я самоучка. То есть меня интересовала возможность именно развития бизнеса в сети интернет. Я занимался созданием сайтов различных в свободное время от работы. И как-то наткнулся на сайт, посвященный бизнесу с компанией Арифлэйм. Мне это заинтересовало. Ну, во-первых, меня, значит, поразило то, что обратил внимание, что большое количество таких сайтов в сети. И на каждом сайте есть и информация о продукции, и о каталогах, и о новинках. Меня это заинтересовало, и у меня первая мысль, которая пришла мне в голову, а как бы, если такое большое количество сайтов, значит, это выгодно. То есть, значит, люди зарабатывают деньги. И я начал усиленно искать сайты лидеров компании Арифлэйм, то есть уже целенаправленно искать лидера, к которому уже, как бы, решил присоединиться. И вот мой выбор, как раз, пал мой на Артема Богданова, золотого директора компании Арифлэйм, город Санкт-Петербург. Вот, на его сайт, оформленный в соответствии с, ну, как бы, так сказал. С моими представлениями о бизнесе, да? Да, да. То есть, то, что я хотел получить информацию, я получил на его сайте. Меня это очень привлекло, и я просто-напросто уже сам вышел к нему, значит, на связь, на первый контакт. Он мне уже более подробно рассказал об этом бизнесе. Вот. И мы с ним начали сотрудничать вот с конца 2008 года. Вот. Жена у меня, у меня маленький сын, 5,5 лет. Вот. То есть, она у меня тоже загестирована компанией Арифлэйм, мою структуру. Звание у нее, максимальное звание было менеджер, 12%. Вот. Ну, как бы, преимущественно работаю в компании именно я. Вот. Жена, она помогает, в принципе. Вот. Вживую. Работает вживую в основном. Вот. Я работаю в основном онлайн. Ну, здорово. А с какими трудностями вот ты столкнулся, когда ты начинал все-таки любой бизнес, будь то в интернете, будь то оффлайн, да, он несет определенные трудности. Что было у тебя? Самые такие основные первые трудности, это трудность то, что когда начинаешь заниматься бизнесом, когда у тебя нет структуры, когда у тебя нет товарооборота, вот, и у тебя возникает такое чувство, что, а правильно ли выбрал это направление? То есть, как бы, ты изначально, то есть, я вот, когда начал заниматься, значит, созданием рекрутингового сайта, значит, я не был уверен в том, что у меня что-то получится. То есть, для меня это было как хобби. Не было у меня каких-то определенных целей, да, вот, серьезных целей, касаемые компанией Арифлейс. Сотрудничество с компанией Арифлейс. Для меня это было как дополнительный заработок и хобби. Ну, решил попробовать. Решил попробовать, да. Время у меня на тот момент было, да, и я решил попробовать, а вдруг получится. Вот, тем более, знания у меня были по созданию и раскрутке сайта, поэтому для меня, как бы, это было попроще, да, и я решил. Все-таки я попробую, что из этого выйдет. Я посмотрю, там, через полгода, там, через восемь месяцев. Вот, вот, я решил попробовать. Столкнулся я именно с тем, что у меня не было, значит, ну, как бы, не мог я поверить в то, что у меня что-то получится с компанией Арифлейс. Ну, и знаний, наверное, о продукции, например, не было, да? Не было знаний продукции, да. Не было каких-то... Пробелы были в организационных вопросах. Пробелы были в том, что бизнес онлайн и бизнес живой, он все равно отличается между собой. Это я чуть попозже об этом скажу, в чем отличие вот эти, какой бизнес легче, значит, каким бизнесом легче заниматься в живую или онлайн. Вот это я разницу, как бы, скажу, в чем отличие. Вот. Ну, трудности в том, что человеку главное, первое, значит, это поверить в себя, в свои силы. Второе, вот, я могу со 100% уверенности заявить, что бизнес через интернет, он реальный, он развивается. Значит, доказаться тому вот я, допустим, да, если меня взять. А сколько времени понадобилось, чтобы ты понял, что у тебя получается? Значит, в 2008 году я пришел, звание директора, я, вернее, звание, квалификация старший менеджер я закрыл в 2009 году в октябре месяце, то есть год прошел. Вот. И как раз 2009 год, начало 2010 года, кризис в стране. Насколько помнишь, слушатели помнят, наверное, да, вот этот год, 2009. И получилось так, что я как раз в конце 2009 года, можно так сказать, потерял основную работу, свой основной заработок. Я очень благодарен компании Reflame за то, что вот именно в тот год, вот в те месяцы, мой заработок компании Reflame превысил, как бы, доход на основной работе. Поэтому я, как бы, не оказался вот в таком серьезном положении, как достаточно большое количество людей, да, на стране. То есть, как бы, не пришлось мне искать там новую работу, да, я уже... Была уже почва подготовлена. Да, то есть я уже для себя, уже на тот момент, когда я вышел на старшую менеджу, я уже принял решение, что я остаюсь в компании Reflame, я продолжаю развиваться в компании Reflame. А вот скажи, для того, чтобы принять участие акции, нужно было приглашать новичков в Reflame. Вот раньше тебе было это сложно, да? То есть, ты, наверное, какую-то систему разрабатывал. Как сейчас вот это ты делаешь? Ну, я в последнее время на первоначальном этапе, да, значит, у меня как таковой системы не было. У меня не было ни системы обучения, ни системы сопровождения. Все происходило в режиме реального времени, да? То есть, используя у него таких средств, как Skype, ICQ, Mailagent, вот. То есть, я непосредственно связывался с новичком, да? И непосредственно ему проводил, как бы, с ним беседу, значит, и онлайн-обучение. То есть, я рассказывал ему, как оформить заказ, где получить заказ, как оплатить заказ, какие у нас, значит, офис компании есть в его городе, какие способы получения заказов есть. То есть, на первоначальном этапе было именно так. Работа, значит, ну, как бы, очень кропотливая была, да? Вот. Но потом уже начал подумать, как бы автоматизировать этот процесс. Тем самым, полистав, значит, странички интернета, вот, я создал некий, как бы, обучающий курс. Вот. Причем этот курс в автоматическом режиме. То есть, приходит новичок, регистрируется у меня на сайте. Я, значит, регистрирую новичка в компании, и он автоматически получает от меня серию информационных писем, последовательную серию. Ага, вот. С настоятельно ознакомиться уже. Да, с настоятельным ознакомлением. Значит, я здесь уже выступаю как консультант. Я, значит, отвечаю там на дополнительные вопросы. Я непосредственно связываюсь, делаю первичный звонок новичку. Я ему, его поздравляю с регистрацией. Я делаю акцент на то, что новичок должен ознакомиться с обучающим этим курсом. Вот. Потому что очень часто, если не делать первичный звонок, вот эта вот активность, да, или как бы интерес новичка к компании, особенно если это новичок, который пришел на потребление, да, она падает. Ну, можно так сказать, что если в течение двух дней с новичком не связаться, то через два дня вот эта шкала активности, да, интереса, она упадет до 20%. Да? Угу. Вот. Поэтому первоначально это я обязательно делаю приветственный звонок и, значит, объясняю новичку о том, что он получит серию обучающих писем. Если какие-то вопросы возникнут, мои контакты ниже. То есть вы можете их задать мне. Вот. Я вас с удовольствием проконсультирую. То есть вот такая система у меня работает. Причем каждый новичок регистрировался, указывает на то, с какой целью он регистрировался. Или он пришел на потребление, или он пришел на продажи дополнительный доход, или он пришел на бизнес. И в зависимости от этого запускается, значит, я запускаю уже по каждому новичку свою, как бы, информационную рассылку. То есть, грубо говоря, рассылка по потребителям и по продавцам и по продавцам она немножко отличается. Я поняла. А скажи, пожалуйста, вот бизнес в интернете и бизнес в офисе, он немножко отличается друг от друга. Какие существенные отличия? Вот ты помню, говорил, что скажешь об этом. Да, да. Чем отличается бизнес? Очень серьезное отличие в том, что когда работаешь в живую, когда ты новичка, когда ты рекрутируешь, когда ты приглашаешь на встречу в офис, значит, уровень доверия максимальный, да, то есть тебя видит человек, ты с ним общаешься, вот. То есть, уровень доверия максимальный, и поэтому человек, когда приходит в компанию Арифлейм, получает вот этот объем информации, вероятность того, что он будет потребителем компании намного выше, чем при регистрации через интернет. Потому что интернет все-таки, то есть, ты находишься в одном городе, твой новичок находится в другом городе. Максимально, как ты можешь повысить доверие, это позвонить новичку, да, прислать какую-то видеоинформацию, прислать, допустим, там фотографии, да, чтобы человек поверил, то, что он, как бы, общается с реальным человеком. С реальным лидером Арифлейм. С реальным лидером, да, совершенно верно. Вот при, в интернете тут вот такой вот есть барьер, так называемый, да, именно поэтому, если мы берем, значит, процент регистрации через интернет, через рекрутизм, мы можем заметить о том, что большое количество отказов. Отказов в том плане, что люди не отказываются от регистрации, то есть, они регистрируются, но они не размещают заказы, вот. Достаточно такой приличный процент вот таких вот, значит, консультантов, которые после регистрации не разместили ни один заказ, вот. Ну, и потому что бизнес-то в основном и заключается в том, вот, человек, интернет-предприниматель должен объяснить, научить новичка делать заказ, оплачивать его, получать заказ. Совершенно верно. Это, в принципе, то же самое, что и офлайн, да, то есть, в офисах. Но здесь немножко ситуация сложнее, да, потому что и расстояние играет роль, и играет роль то, что человек незнакомый совершенно. Да, совершенно верно. И в дополнение можно сказать так, что, когда человек приходит, опять же, в офис, когда мы с ним общаемся, он заполняет форму регистрации, мы его регистрируем, мы ему сразу даем каталог в руки, да, вот каталог, пожалуйста, выбирай продукцию, оформляй заказ. Регистрации через интернет у новичка каталога на руках нет, вот. То есть, он может воспользоваться онлайн-каталогом, или оформить заказ, допустим, без продукции, то есть, заказать только каталог, через, там, несколько дней получить каталог, потом уже после этого оформить заказ. То есть, опять же, увеличивается время между регистрацией и фактически оформленным заказом. То есть, вот такой аспект получается. А вот, Виталий, скажи, пожалуйста, все-таки ты мужчина, да, а это бизнес косметический. И очень часто вот мужчины, предвзято, относятся к бизнесу с сетевым, да, который связан с косметической компанией, что вообще это не, это считается женская прерогатива, а, ну, и как бы это не серьезный мужской бизнес. Вот что бы ты мог сказать в этом? Я по этому поводу могу сказать так, что мужчина ищет там ту деятельность, где есть реальные деньги. То есть, если мужчина не видит, что тут, то есть, никаких перспектив в плане того, чтобы заработать хорошие деньги, то он с этим бизнесом как бы не связывается. Вот. То есть, фактически, я увидел эти деньги. То есть, опять же, я говорю, 2009 год, когда зарплата моя в компании Reflame превысила мои доходы по основной работе, вот я понял, что фактически здесь можно зарабатывать и больше. Потому что платится процент товарооборота. Да, потому что платится процент товарооборота структуры. И чем больше структуры, чем больше, значит, консультантов в твоей группе, чем больше, чем более они активны, чем больше они начинают приглашать новых консультантов, тем больше твой товарооборот. А скажи, сколько человек стартовало уже в своей структуре и тоже строит бизнес через интернет? То есть, есть такие вообще? Да, у меня такие люди есть. Я сейчас тоже занимаюсь, я ищу таких людей активно через интернет. У меня есть на данный момент директор компании «Арифлейм» из города Омск, Юлия Червякова. То есть она закрыла звание директора, я знаю. Она закрыла звание директора, мы с ней тоже работали очень плотно. За год она закрыла звание директора. Она тоже работает онлайн, так же, как и я, преимущественно. То есть она у меня прошла обучение, и я обычно работаю со своими лидерами, ключевыми партнерами в форме «Ответ вопрос», как бы вот так вот. То есть я даю первичный материал, основной материал, даю информацию, как создать сайт. А потом уже, когда новичок, то есть как я проверяю готовность новичка к сотрудничеству, обязательно человек должен создать сайт. Первое условие. И второе условие – это непрерывное общение в режиме «Ответ вопрос». То есть новичок всегда должен спрашивать, а я всегда должен отвечать. Это более продуктивно. Если я вижу, что человек вопросы не задает, я сразу для себя понимаю, что или он ничего не понимает, или ему это не нужно. То есть я вот так вот это выявляю. Вот. Это касаемо директора. Сейчас у меня на данный момент еще одна группа развивается. Значит, менеджер 15% в городе Москва – Ольга Смирнова. Вот. На этот каталог мы запланировали результат 18%. Вот. То есть вообще планируем до конца года на 21%. Вот. Она занимается 50 на 50. То есть 50% опять же бизнес онлайн, 50% она вживую работает. Вот. Вот. Вот такие вот результаты. И если брать по оставшихся консультантам, конечно, в основном потребители их процентов 90% в фруктуре. Значит, и консультанты-продавцы где-то 9,5%. То есть 9,5%. Ну да, в принципе, как и у меня. В принципе, статистика точно такая же. Что оффлайн, что онлайн, да. То есть принцип одинаковый. Да, все, наверное, статистика одинаковая. А Виталий, вот скажи, пожалуйста, у вас населенный пункт. Вот иногда говорят, вот, все-таки интернет-бизнес – это бизнес без границ, да. А есть люди, которые работают в населенных пунктах с небольшим количеством жителей. Вот у вас населенный пункт большой? У нас небольшой городок с населением порядка 50 тысяч человек. Я просто спросила, знаешь, к чему? Иногда говорят, вот, у нас город небольшой, возможностей нет, уже бесполезно куда-либо там идти устраиваться на работу, платят мало. В общем, и поэтому вот даже с таким небольшим городком можно выйти в интернет и заработать хорошее количество денег. И если мы говорим сейчас о деньгах, то я бы хотела спросить, а примерно, значит, вот награды, которые вы получали от Тарифлэйм, то есть какая выгода от сотрудничества с Тарифлэйм? То есть в чем она выражена? Ну, понятно. Ну, во-первых, я получаю, как директор, да, 21% от товарооборота структуры, вот, значит, получаю 4% бонуса от товарооборота, значит, своего, значит, директора, да, которого я вырастил, вот. Вот, с учетом того, что у меня достаточно большая группа консультантов, ну, и приличный, как бы, товарооборот, плюс у меня группу в основном я регистрирую в первую линию, вот, то есть в данном случае бонус, он приличный. В первую линию это сразу под свой номер? Да, сразу под свой номер, сразу под свой номер. А какие-нибудь премии от компании, или вы, кроме автомобиля, конечно? Да, и у меня, в принципе, достижения есть, вот, для тех, кто работает компанией Арифлейм более года, периодически я появляюсь в журнале Мира Арифлейм, топ-10 лучших рекрутов России. Да, я видела там твою фамилию. Вот, и, причем, не только я, и мои, соответственно... И Юлю видела тоже. Да, Юля Червякова, и даже Смирнова Ольга в прошлом журнале, она тоже, по-моему, то ли пятое, то ли шестое место, у нее было по рекрутингу. Вот, она тоже посмотрела, говорит, это, наверное, не я. Я говорю, нет, это ты. Вот, то есть, вот, как бы, иногда бывает, да, засречиваемся там. Вот, потом принимал я участие, у нас была акция с 3 января по 3 февраля 2010 года, которая называлась «Выигрываешь чемпионом». Может быть, кто-то помнит, это принимали участие, значит, Евгений Ключенко. Вот, и для спонсоров разыгрывал, значит, разыгрывал золотое кольцо с бриллиантом, в виде локатива «Арифлайн». То есть, там, по условиям акции необходимо пригласить было 50 новичков, и они должны пройти первый шаг в стартовой программе. Ну, жена, наверное, довольна осталась. Кольцо с бриллиантом, это круто, здорово. Прошел вот эту акцию, соответственно... Ну, думаю, тебе-то оно не пригодилось же? Нет, мне не пригодилось. Самое чувство того, что я, как бы, получил такой подарок серьезный от компании «Арифлайн». Вот, и как раз по «Таматскому филиалу», насколько я помню, 2 или 3 человека, по-моему, эту акцию. Это, кстати, единственная акция, которой я не получила подарок, а все остальное вот получила. Ну, и награды какие? В принципе, по достижению звания директор, значит, бонус 1000 долларов, приглашение на банкете директоров. То есть, вот, в 2010 году, к сожалению, я не попал на банкет директоров, но зато в 2011 году мы вместе с женой ездили, значит, в июне на мега-мероприятие, банкет директоров. Нам очень понравилось, вообще замечательное такое мероприятие от компании. Да, да, да. С удовольствием, в следующем году, в 2012 году, обязательно буду на очередном мероприятии компании. То есть, нам с женой очень понравилось. Классно. А вот, ты знаешь, я тебе один секрет открою, и ты даже о нем не догадываешься. У меня, оказывается, в офисе обслуживается консультант твоей структуры. Консультант Юлии Червяковой. То есть, видишь, мы вот даже таким образом как-то, да, связаны, получаемся. Ее зовут Татьяна Дерягина, по-моему. Ну, я могу сказать, опять же, к тому, что, правильно ты сказала, Наташа, что бизнес через интернет, он безграничный. Я могу даже сообщить о том, что вот у меня, в принципе, начиная с Калининградской области консультанты и заканчивая Дальним Востоком, Камчатской, Чукотской. То есть, нет ни одного региона, в котором бы не было моих консультантов. И причем все пришли добровольно. Вот, причем все пришли добровольно. Более того, могу сказать, что сейчас развивает компания Reflame международный бизнес, то есть, международное спонсирование. У меня уже есть консультанты из других городов, из других стран. Такие, допустим, как Белоруссия, Украина, Казахстан. И сейчас еще скажу, какая-то одна страна у меня. А, Молдавия. Молдову, Молдавия, да, как правильно? Молдова. То есть, у меня уже есть структура уже вот в этих странах. Причем могу сказать, что по популярности, да, если брать бизнес через интернет, это идет Украина. Популярности потом идет Казахстан. Потом уже идет Белоруссия. И уже идет потом Молдова. То есть, это вот количество регистраций. Ну, Россия на первом, наверное. Россия идет на первом месте, да. Россия идет. Виталий, а будущие планы? Будущие планы. Звание Золотого директора. Вот это уже как бы... Ну, уже оно маячит. Да, уже как-то сейчас, то есть, если я структуру... То есть, если Ольга Смирнова выходит на звание старшего менеджера, то вероятность там большая, то что в следующем году уже я закрою значит, звание Золотой директор. Вот. И продолжить карьеру в Орифлейн. То есть, уже в следующем звании. Ну, мы для слушателей скажем, что звание Золотой директор дает возможность получения единовременной премии 2000 долларов. Ну, плюс еще очень хороший идет доход. То есть, процент товара оборота. И в заключении, Виталий, я хотела бы спросить, скажи, пожалуйста, а что бы ты посоветовал новичкам или тем людям, которые еще не в Орифлейн? Потому что все-таки, видишь, 2008 год и 2011, всего три года прошло. И некоторые в течение трех лет, вот как работали на своей работе, так и ходят на эту работу, да, в принципе, за ту же самую зарплату. Вот что бы ты посоветовал людям, новичкам, и кто только пришел в Орифлейн, и тем, кто еще даже не знает об этой компании, и, может быть, и не знает, но не очень серьезно к ней относится. Ну, Наташа, вот здесь вот как бы с моей стороны какой вопрос. И новичкам, которые придут в компанию Орифлейн, или пришли в компанию Орифлейн, вызвать бизнес вживую, или онлайн, или через интернет? Без разницы. Просто общее такое пожелание. Можно, если ты хочешь, ты можешь разгородить. Вот я хотел бы все-таки распределить, да, почему? Потому что, опять же, говорю, это немножко разные бизнесы. Те, кто пришел на бизнес онлайн, должны быть готовы к тому, что вам изначально придется очень много работать. Много работать. Я знаю, кстати, что ты много работаешь. Много времени посвящать своим структурам, своим консультантам, и холить их, и лелеять, потому что вы находитесь на расстоянии от них. Они могут оказаться в разных ситуациях. Они обслуживаются на тех сервисных функциях Орифлейн. И когда они приходят, получают заказ, если у них нет точной информации, у них могут быть проблемы, можно так сказать. Но они пропасть могут? Они могут пропасть, и уж на крайний случай, конечно, я не говорю про все офисы компании Орифлейн. Есть вероятность того, что новичка переподпишут, допустим, да, или как-то введут по другому, если называется, в компании. Вот. Поэтому человек должен полностью, как спонсор, должен брать ответственность за каждого своего консультанта. Вот. И быть готовым к тому, что в первые месяцы должна быть идти активная работа. Активная работа с теми новичками, которые пришли онлайн. Но могу на 100% сказать, что все, что вы делаете сейчас, вот, в течение этих месяцев, окупится вам с лихвой, можно так сказать. То есть, грубо говоря, я работал активно там полгода, да, и мне это уже, значит, мои вот эти вот стремления, вот этот вот результат я фактически через год уже получил. После работы. Вот. Это что касается работы через интернет. Опять же, через интернет хочу сказать, что научиться этому можно, этому несложно научиться. То есть, у меня нет никакого образования, я самоучка. Сейчас очень много пособий, различных видеороликов, видеоуроков о том, как создавать сайт, как раскручивать сайт. То есть, надо просто поставить перед собой цель, почитать вот эти книжки там, или купить книжку где-нибудь там в магазине, допустим, да, по там созданию сайтов. И у вас это получится. Это я могу сказать на 100%. Если у вас есть, значит, цель, то у вас это получится, вот. А тем, кто развивает бизнес вживую, вот, я бы хотел бы, опять же, посоветовать перед тем, как добиваться, значит, каких-то результатов, да, поставьте перед собой какую-то цель, да. У вас должна быть определенная цель. Ну, допустим, цели, они бывают разные. Она бывает краткосрочной или долгосрочной, да. То есть, допустим, если краткосрочная цель, я должен пригласить за каталог там 10 человек. 10 тысяч человек. Да, вот поставьте сначала небольшую цель перед собой. придите к этой цели, да, то есть, выполните эту цель. После этого уже ставьте уже более такую глобальную, более, как бы, как бы, следующую цель, да, как бы в вашей жизни. Вот. Поэтапно. Все должно быть поэтапно. Ну, что ж, Виталий, спасибо тебе большое. Я тебя еще раз поздравляю. Поздравляю твою семью. И желаю тебе успехов в твоем предпринимательстве, в интернете, или онлайн, или оффлайн, не важно. Потому что бизнес Арифлэй можно строить абсолютно везде. И чтобы консультанты твои радовали тебя и тоже вырастали до высоких званий. И чтобы все твои мечты, которые ты пожелаешь, все сбылись. Спасибо большое, Наталья, за поздравления. Спасибо. Спасибо всем участникам. Ну, всего доброго, друзья.